МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые за 54 года сенсация в столице Японии выпал снег. Помнят ли японцы о снежных бабах? Два дня забастовки пилотов и бортпроводников обошлись авиакомпании Люфтганза в сумму порядка 20 миллионов евро. Однако не помогло. Авиакомпания отказывается идти на уступки профсоюзу, мотивируя решение тем, что повышение зарплаты на том уровне, на котором его ждут бастующие, поставит под угрозу работу предприятия. В то же время огромный ущерб предприятию уже причинен. Отменено около двух тысяч рейсов. Сегодня пилоты и бортпроводники Люфтганза бастуют третий день. Сотни тысяч пассажиров были вынуждены отложить перелеты. Несмотря на своевременное предупреждение и возможность вернуть деньги за билет, пассажиры по всему миру возмущены. Особенно пострадали пассажиры стыковочных рейсов. Им пришлось провести целый день в аэропорту. Пилоты Люфтганза проводят уже 14-ю забастовку за время тарифного спора с руководством компании, который тянется уже два года. Напомним, в заявлении профсоюза говорится, что забастовка касается рейсов малой дальности, а также полетов большой протяженности, следующих из Германии. Профсоюз в течение более пяти с половиной лет ведет переговоры с Люфтганза о ежегодной корректировке зарплаты на 3,7%. Авиакомпания соглашается не более чем на 2,5%. Представители профсоюза пилотов заявили, что предложение Люфтганза неприемлемо и привели к срыву переговоров. Они же призвали к участию в забастовке около 5,5 тысяч пилотов. Для авиакомпании каждая стачка обходится в несколько миллионов евро. Сегодня ожидаются аналогичные потери, а возможно еще больше. Профсоюз пилотов может отменить все рейсы с вылетом из Германии. Компания Люфтганза пыталась отменить забастовку через суд. Авиакомпания обратилась в суд по трудовым спорам Франкфурта на Майне. Однако там подтвердили возможность и легальность проведения забастовки. Перевозчик заявил, что он намерен обжаловать это решение. Напомним, в 2014-2015 годах Люфтганза отменила 16 тысяч рейсов из-за забастовок и потеряла на этом почти полмиллиарда евро. В то же время Люфтганза флагманский авиаперевозчик ФРГ и один из крупнейших в Европе. Председатель Европарламента Мартин Шульц не намерен в третий раз претендовать на нынешнюю свою должность и в 2017 году будет баллотироваться в Бундестаг. Об этом он рассказал на брифинге в Брюсселе. За последний месяц было много спекуляций в прессе о моем будущем. Теперь я принял решение. Я не стану претендовать на пост президента Европейского парламента в третий раз. В следующем году я буду баллотироваться в немецкий Бундестаг в качестве главы списка моей партии СДПГ от региона Северной Рейн-Вестфалия. Это было непростое решение, так как вы понимаете, какая это честь быть президентом Европарламента. И я очень благодарен за предоставленную возможность. Заявление Шульца не стало сенсацией, поскольку ранее немецкие СМИ уже выдвигали версию о том, что Шульц собирается сосредоточиться на внутриполитической арене ФРГ. Также звучали предположения и о возможности пойти на выборы в Бундестаг первым номером в списке социал-демократической партии Германии от земли Северной Рейн-Вестфалия. Политик лишь подтвердил предположения экспертов. Впрочем, интересы объединенной Европы он планирует соблюдать и в новом статусе. Германия — крупнейшее государство в Европейском Союзе, и она несет особую ответственность перед европейскими институциями. Все те дела, которые были важны для меня в Европейском парламенте, в будущем я буду стремиться выполнить из Берлина. А пока до конца срока действия моего мандата президента Европарламента я буду исполнять свои функции с той же силой и убеждением. Ранее Шульца прочили в преемнике главе Министерства иностранных дел ФРГ Франку Вальтеру Штайнмайеру. Якобы такой вариант предлагал ему лидер СДПГ Зигмар Габриэль. В полку чудных кандидатов президента прибыло. Бывший премьер-министр Франции, а теперь кандидат в президенты от правоцентристов Франсуа Фион в своем буклете опубликовал карту Германии, которая разделена на ФРГ и ГДР. Немецкая пресса гадает, то ли Фион и его команда допустили грубую ошибку, напечатав карту Германии до 90-го года, или же это вовсе не ошибка, а кандидат президента Франции просто считает нелегитимным воссоединение Германии. Также есть предположение, что французский политик, как и многие правые популисты, просто не знал, что Берлинская стена пала, и Германия воссоединилась 26 лет назад. Франция далеко, новости не сразу доходят. Может, он просто не знал, что ГДР уже нет. Придется ему рассказать об этом, шутят в сети. 62-летний Франсуа Фион в первом туре общенациональных праймерис правоцентристов обошел Николя Саркази. Вероятнее всего, будет единым кандидатом от правоцентристов в борьбе за пост президента Франции. В то же время Фион известен уже традиционной для такого рода политикой в Европе близостью с Владимиром Путиным. Так буквально вчера Путин говорил о благополучии, которое ждет Францию и Россию после прихода к власти Фиона. Если тот придет, конечно. Американцы не оставляют надежды переломить безнадежную, казалось бы, ситуацию с результатами президентских выборов. Группа юристов и экспертов по сбору данных во главе с защитником избирательных прав Джоном Бонифазом и директором Центра компьютерной безопасности Мичиганского университета Алексом Хельдерманом призвала экс-кандидатов президента США от демократической партии Хилари Клинтон инициировать пересчет голосов в трех штатах. Речь идет о штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Эксперты считают, что на итоге выборов в этих штатах могли повлиять кибератаки. Вместе с тем американская пресса отмечает, что доказательств этой версии нет. Отрыв Трампа от Клинтона в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где традиционно поддерживают демократов, был крайне незначительным. Однако общее количество проголосовавших за Хилари превышает абсолютное количество сторонников Дональда Трампа почти на 2 миллиона человек. Только система голосования выборщиков позволила избраться президентом аутсайдеру гонки. Мощный взрыв у резиденции губернатора в городе Адана на юге Турции унес жизни двух человек. Не менее 16 получили ранения. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный возле административного здания. Предварительную информацию сообщило турецкое агентство Анадалу со ссылкой на губернатора Аданы Махмута Демерташа. Министр иностранных дел Турции Омер Челик в своем твиттере назвал взрыв подлым деянием. Власти пока не уточняют подробности происшествия. Никто еще не взял на себя ответственность за диверсию. Вооруженные группировки курдов, исламских и левых экстремистов неоднократно устраивали взрывы в городах Турции. Область Адана выходит к Восточному Средиземноморью и граничит с Сирией. Утром в четверг, выйдя на улицу, многие жители Токио не поверили своим глазам. Все кругом было засыпано снегом. А ведь четыре дня назад, в минувшее воскресенье, погода стояла почти что летняя, плюс 20 градусов. В ночь на четверг резко похолодало. Сначала пошел ледяной дождь, а к утру он превратился в снег. Посмотрев за окно, многие захватили с собой на работу зонтики. Транспорт встал в пробках. Кика Ода, собиравший ребенка в школу, пришлось срочно его утеплять. По прогнозу передавали, что пойдет снег, но я не поверила, ведь сейчас ноябрь. Масару Масидо работал в ночную смену. Утром, увидев снег, он был весьма удивлен. Я в шоке. Немного рановато. Я бы сказал, даже очень рано. Снег – редкое для Токио явление. Обычно снегопады бывают здесь раз или два в сезон. Чаще всего в январе или феврале. В берлинском зоопарке белая медведица загрызла своего детеныша. Три недели назад медведица Тоня родила двойню. Это первая за последние 22 года рождения белых медвежат в одном из крупнейших зоопарков немецкой столицы. Работники зверинца наблюдали за молодой матерью и ее новорожденным потомством с помощью установленных в закрытом вольере видеокамер. Они рассказывают, что спустя некоторое время после рождения двойни обнаружили, что один из новорожденных не активен. Когда смотритель вошел в вольер, он обнаружил мертвого медвежонка. Мы подозреваем, что мать сама задушила детеныша, хотя не исключаем, что он мог погибнуть от нехватки молока. Такое часто случается в дикой природе. Это не редкость. Около 50% детенышей белых медведей умирают в первые 10-14 дней жизни. Белые медведи при рождении весят от 500 до 800 граммов. Медвежат рождаются слепыми, без шерсти, они ничего не слышат, а потому очень уязвимы и беззащитны. Вся забота о потомстве на плечах матери. Зоологи говорят, что это очень трудная задача и часто медведицы мамы с ней не справляются. Медвежата могут погибнуть и от нехватки молока. По словам смотрителя зоопарка Флориана Сика, очень редко белые медведицы в состоянии выкормить больше одного детеныша. Ученые-зоологи отмечают, что в первые 10 дней жизни уровень смертности белых медведей составляет порядка 50%. Сейчас, как утверждают работники берлинского зоопарка, семья белых медведей чувствует себя хорошо. Руководство зоопарка надеется, что уже к весне посетители смогут увидеть все семейство вместе. Медведицу Тоню привезли в столицу Германии из России в 2010 году. Отцом медвежат стал медведь из Москвы по имени Володя, которого привезли сюда в 2013. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова